Девушки отдыхают 515-0200 Всем доброго времени суток. Это Азбука фитнеса и я Руслан Нинварев. Дорогие друзья, мы здесь изучаем не только для чего нам нужен фитнес, но и какие стили упражнений наполняют это направление. Сегодня мы обсудим, что же такое рывок. Ну а в этом нам поможет, во-первых, персональный тренер фитнес-центра Powerhouse Gym. Во-вторых, мастер спорта по тяжелой атлетике. В-третьих, неоднократный чемпион и призер по тяжелой атлетике и серебряный призер чемпионата России по тяжелой атлетике Давыдов Денис. Расскажи нам, пожалуйста, что такое рывок? Для меня, по крайней мере, это вообще очень новое упражнение и хотелось бы услышать поподробнее. Рывок двумя руками это упражнение из тяжелой атлетики, олимпийской тяжелой атлетики. Отличием рывка является, что выполняется упражнение на прямые руки сразу в сет. В каких видах спорта его можно встретить? Я так понимаю, что это базовое упражнение не только тяжелой атлетикой, которые поднимают штангу. Встретить это упражнение можно в таких видах спорта, как легкая атлетика, метание ядра, метание диска, смешанное единоборство. Денис, ну расскажи, пожалуйста, на что влияет это упражнение, чем оно может быть полезно для организма атлета? Полезным может быть, соответственно, это упражнение для развития силовых способностей, взрывной силы атлета. Понятно, а как они влияют, это упражнение влияет на мышцы, на какие мышцы оно влияет? Ну, конечно, влияет практически на все мышцы корпуса тела, ноги, спина, плечи. Это уникальное видео, смотрите внимательно, это азбука фитнеса. Денис, пожалуйста, к снаряду. Важно научиться принимать стартовое положение. Спина в накрытом положении проекции колен, плеч и грифа в одной плоскости. Производим движение со съема ног, заводим штангу в пах, выполняем подрыв, последовательно уходим в сед, фиксируем штангу в седе и затем вставаем немедленно. Итак, дорогие друзья, сегодня мы с вами выучили еще одно упражнение под названием «Рывок». Если вы хотите подробнее его изучить, то заглядывайте, пожалуйста, на наш проект в социальных сетях. А с вами был Январев Руслан, всем без травм, пока! Сеть спортивных маркетов Качков.ру Огромный ассортимент, профессиональные консультации, спортивное питание, доступное каждому. Бесплатная доставка по номеру 245-27-28. Качков. Главный по спортпиту. Здравствуйте, друзья! С вами Дмитрий Козенков. Сегодня мы поговорим об изотониках или изотонических напитках. Тех, кто в зале тренируется на самом деле, а не страдает ерундой, видно сразу, понасквозь промокшие от пота одежды. Ведь хорошая тренировка обязательно сопровождается обильным потоотделением. Пульс учащается, температура тела от нагрузок повышается, и организм стремится сохранить ее на нормальном уровне. С потом мы теряем не только воду, но и очень много солей, и это не может не сказаться на нашем самочувствии. Так, потеря жидкости всего на 2% от массы тела уже серьезно снижает интенсивность тренировки. Потеря 7% способны вызвать галлюцинации, а утрата жидкости и солей на 10% вызывает сосудистый коллапс и тепловой удар. Так что я бы не советовал прислушиваться к рекомендациям тех горе-тренеров, которые запрещают пить на тренировках и после них. Пить воду жизненно необходимо, но так будет восстанавливаться только водный баланс. А как же быть с солями? Ведь самое меньшее зло от их потери – банальная судорога. А еще на тренировке мы активно расходуем запасы глюкозы, которые тоже нуждаются в пополнении. Помочь нам могут спортивные изотонические напитки, в состав которых включены простые углеводы и электролиты, то есть растворы солей, в той концентрации, которая максимально схожа с их концентрацией в нашем организме. Изотоники помогают нам эффективнее тренироваться, быстрее восстанавливаться и поддерживают оптимальную работу всех систем организма. На сегодня это все. Не забывайте добавляться в группу «Фитнес и бодибилдинг Казань», чтобы задать интересующие вас вопросы. Самые интересные и актуальные для вас мы обязательно рассмотрим в наших передачах. Хотите узнать больше о спортивном питании? Подписывайтесь на наш проект в социальных сетях. Это Дмитрий Козенков. Будьте здоровы! Игра нахожусь! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова